И так, здравствуйте, дорогие мои, а также всех, кто смотрит данный видеоролик. Сегодня у нас 3 февраля, 2022 годик. Находимся с вами в городе Королёв. Значит, 11 часов утра, район, кажется, юбилейный называется. Раньше это был отдельный городок. Его буквально, вроде бы как, лет 5-6 назад присоединили к основному городу Королёв. И тем самым этот город вышел на четвертой, по моему, позиции в Московской области. Здесь сейчас проживает 225 тысяч жителей. Давайте прогуляемся по улочкам, улицам, скверам, паркам этого города в Московской области. Движемся параллельно улице Тихонравова. Местные жители говорят, что это рынок, но оно так похоже на торговые ряды. По левую сторону это Элайт торговый комплекс. На первом этаже продукты, мясные изделия, живое мясо иметь. А наверху одежда, магнит-косметик. Вот он, магнит-косметик. Гастроном номер один, Элайт. Пройдем до конца этого бульварчика и повернем направо. Пройдемся через сквер к другому большому торговому комплексу, который я сегодня проходил всем утра. прогуливался там, камеру не включал, темно было. Сегодня морозно, по температуре не подскажу сколько, но если видно, мороз хороший. С утра, по-моему, минус девять было. Сейчас вроде бы солнце вышло. Должно быть теплее, но все равно приятная морозная свежесть. Вот мы подошли к скверу. Как он называется, не знаю. Прогуляемся через сквер. Здесь вот до сих пор стоит новогодняя елочка. Так, ну, так продолжим. Смотрите, значит, тротуары чищены, тропинки чищены. В принципе, не то, что более-менее нормально, а даже очень хорошо. Ребята с утра я проходил, занимались расчисткой снега. В принципе, по всем улицам. Это без остановки. Город Королев, значит, произошел, как бы сказать, обосновался, основался из дачного поселка в начале 20 века. Где-то в 1938 году, что ли, он уже как бы получил статус города. И за это время менял разные названия. Подскажите, а как этот сквер называется? Имеет какое-то название? Защитник Отечества. Сквер защитника Отечества? Ага. А эта улица что? Не, ну, правильно не знаю, как называется, но центральный сквер. Центральный сквер? Центральный, да. Спасибо. Значит, мы попали в центр города, получается. По моим понятиям. и ответом данного сотрудника коммунальной службы. Значит, в процессе жизни этого города он менял разные названия. изначально, по-моему, лески, что ли, назывался. В общем, Википедия ответит вам более точно. Так, защитникам Отечества. Вот этот монумент. Потом, значит, советское время Калинин, потом Калининград даже имел название. И уже, по-моему, послевоенное время, в 50-е годы, город назван Королев в честь, в честь, ну, знаменитого конструктора ракетно-воздушных изобретений. Город имеет много научно-исследовательских институтов, много научно-производственных объединений. Наверное, вот этот у нас, получается, торговый центр. Надо мне его как-то обойти. Так, проходите, пожалуйста. Запутались мы с вами. И, ну, в общем, первый по России по ракетостроению и ракетоизобретениям. Что хочу еще сказать? Докладываю следующим образом. Когда веду съемки, никогда, в принципе, не готовлюсь. Не пишу сценарий ни режиссуру, ни текст. Поэтому, что вижу, то снимаю, то озвучиваю. Сейчас за той фурой повернем налево и также прогуляемся по какому-то скверику. Посмотрим, как называется та улица следующая. Так, ну вот, мы подошли с вами к этому торговому центру, на который я ориентировался в своей видеопрогулке. Сейчас зайду в одно место здесь, в этом торговом центре. посмотрю и продолжим с вами дальше снимать видеоролик. Ну, в общем, торговый центр, как у всех городах. Что-то открыто, что-то уже не работает. что-то еще закрыто. Сдаются в аренду площадя различные. и так вышел с торгового центра, прошелся, посмотрел, думал, может быть, что это будет оригинальное. Так, находимся на улице Пушкинской в районе дома номер 13. Так, утреннюю часть видео закончил. Напомню, прогулялись по городу Королев в районе улиц Тихонравово, в районе центрального сквера. А сейчас улица Пушкинская. Видео с Королева будет несколько, несколько частей, где буду прогуливаться в других частях города. Буду немного снимать для своего будущего, чтобы потом просматривать эти видео, как в советское время мы просматривали свои фотоальбомы. Всем спасибо, кто сегодня был со мной. Спасибо за лайки, комментарии и до новых встреч в эфире. Надеюсь уже сегодня.